Катя Мирясова в детстве была очень активна и просто обожала прыгать. Увлечение девочки заметила бабушка и отвела её в спортивную школу ИКАР к тренеру по прыжкам на батуте Александру Абакарову. Сейчас за плечами юной спортсменки 8 лет тренировок. Регулярно она принимает участие в соревнованиях разного уровня. На последних состязаниях в Оренбурге взяла золото. За годы упорной работы спортсменка вывела для себя формулу успешного выступления на любом состязании. Чтобы победить, нужно спрыгать в комбинацию с чистыми ногами, с прямыми встать в зону и не шагать. И чтобы не волноваться, я думаю, продумываю все свои комбинации. Воспитанники Александра Абакарова успешно показали себя на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе в Оренбурге. Спортсмены завоевали пять медалей – бронзу, два серебра и два золота. К состязаниям готовились долго и упорно. Важный этап тренировок – прикидки. Больше мы проходим как бы прикидки на оценку, выполняем перед соревнованием. За полторы недели мы уже начинаем прикидки, набивать комбинации на чистоту, на технику, на приземление, на оценку. Уже не учим какие-то другие комбинации, вот какие делают, вот их оттачиваем. Состязания в Оренбурге стали самыми яркими и запоминающимися для Евгения Кулькова. Юноша впервые завоевал золото. У Александра Коронаевича он занимается уже восемь лет. За это время успел стать кандидатом в мастера спорта и на достигнутом останавливаться не намерен. Софья Елгоенкова привезла с соревнований серебряную медаль. На двойном мини-трампе мне нравится выполнять комбинации, которые я посложнее уже учу и в принципе-то уже трудные комбинации. А на батуте, ну там я что-то могу делать то, что не умею на двойном мини-трампе. Тренер у нас достаточно может сказать веселый, иногда может быть и строгим. Может поддержать в трудную минуту, что-то подсказать. Также две воспитанницы спортивной школы выполнили норматив мастера спорта России первый раз. Закрепят успех и докажут свое право на почетное звание они уже на следующих соревнованиях, которые пройдут в конце месяца в Ярославле.